Приветствую вас! Начать мне бы хотелось, наверное, с противоречий, которые есть в асфекте, вот, дабы показать вам, что сейчас, на данный момент, вы движетесь в абсолютно неверном направлении, и по отношению к мужу, и по отношению к себе, и я даже могу предположить, что реально, действительно, своему мужу помочь бы не ходить. Итак, вы пишите, я не пытаюсь решить проблему мужа, и тем более не выступаю в роли мамочки. Ммм... Ошибка, потому что вы пытаетесь мне помочь. Написал я здесь просто потому, что наткнулась на сайт, и решила написать. Анна, ну, я даже не знаю, как вам сказать, точнее, что вам сказать, наверное. Написать я решила просто потому, что наткнулась на сайт, и решила написать. То есть, вы не готовы, вы не готовы, получается, взять ответственность на себя за то, что вы здесь написали. То есть, вы не готовы признать, что вы написали здесь, потому что есть проблема. Если вы не готовы это признать, то дальнейшая работа невозможна. Проблема у нас, вы пишите, состоит в том, что ребенок не хочет слышать отца. Так, так если эта проблема у вас, то как же это соотносится с тем, что вы пишете, я не пытаюсь решить проблему мужа? Это первое. Второе. Это не у нас проблема. Это у мужа проблема. Не ваша проблема. Я в курсе, что вы там далее пишите про ответственность, да, я об этом скажу. Но я еще раз повторяю, не может быть такого, чтобы проблема была у нас. Общая проблема может быть только тогда, общей проблема может быть только тогда, когда она касается всей семьи в целом, да? То есть, допустим, у семьи есть, допустим, я не знаю, что-то общее. Например, автомобиль. И автомобиль ломается. Это проблема семьи. Там автомобиль семейный. Но если автомобиль был приобретен до брака кем-то из супругов, например, или подарили кому-то из супругов, то, что поломка автомобиля не означает семейную проблему. Поломка автомобиля означает проблему того человека, кому он принадлежит. То есть, разграничение ответственности происходит. Четкое понимание, где моя проблема, где твоя проблема, где ты должен решать, где я должна решать. К примеру, дальше, ребенок не хочет слышать про отца. Опять же, ребенок не хочет слышать про отца из-за непростых отношений между вашим мужем и его бывшей женой. Это частое явление. Такая вот проблема, это частое явление. Но решить эту проблему могут только ваш муж и его бывшая жена. Не вы. Вы этот вопрос решить не можете. Дальше. Против сам ребенок. И весь вопрос, что сделать родителям в этой ситуации. Если сначала настроили против, а теперь повзрослели родители и поняли, что вели себя неправильно и не знаю, как пройти к ребенку и объяснить, что папа неплохой, и папа не бросил, и папа хочет с тобой проводить время. Еще раз повторю. Еще раз повторю. Родителям нужно в этой ситуации что-то делать. Родителям. Вы в этой ситуации, вы не родитель. И вы не можете в этой ситуации ничего сделать. Не потому, что вы плакали, не потому, что вам все равно, а потому, что вы к этой ситуации отношения не имеете в принципе. Но вы противоречите сами себе. Дальше. Дальше. Что касается о том, что это не моя проблема, это наша семья и его сын от первого брака, как и мой сын от первого брака, это наша семья, и мы решаем семейные вопросы вместе. Вы говорите, нет, 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 Анна. Понимаете, ваш сын от первого брака живет с вами. Это находится с вами. И муж, ваш муж, принимая вас в семью, к себе, то есть, как бы, ну, женишься на вас, он взял ответственность за вашего сына, что нормально. Вы ответственности за его сына и за его отношения с сыном не несете, потому, что сын не живет с ним и находится вне вашего попечения. Дальше. Не может быть такого, не может быть такого, это его ребенок, его проблема, а мой ребенок, получается, мои проблемы. Думаю, может, может, Анна. Простите, но, к сожалению, у вас очень искаженные представления об ответственности, в том числе и личной, и о границах между людьми. Он воспитывается, держит моего ребенка от первого брака. И это правильно, потому что ребенок ваш от первого брака живет с вами, а его ребенок с вами не живет. Знаешь, проблемы общие тоже касаются его сына. Нет, нет, это не касается его сына, потому что его сын не живет с вами. Вот. Да, вы пишете, что вы жили втроем. Вы пишете. Вот. Но... По факту, по факту, да, как бы, родители. Этот вопрос не могут решить, не вы. Потому что, неподаля на то, что вы жили втроем, вы для него мамой не являетесь для ребенка. А, ваш ребенок для вашего мужа более ближайший, потому что у него нет отца, и он с отцом не взаимодействует. А, значит, как матери пишете вы выйти на контакт с сыном про отца, если ребенок избегает этого разговора? Так, матери, нужно обратиться к психологу, чтобы мы ей помогли, вы же не мать. Вот. Значит, так, забирали, ходили, а потом, как-то не складывал, вообще не она вышла, да. Это я из первого текста читаю. У нас появилась дочка, муж сюда звонит, с днем рождения наладить... Так, вы знаете, я бы хотел, наверное, перечитать ваш изначальный текст, потому что что-то непонятно. У моего мужа от первого брака, и сын сейчас ему девять, после родения сына через год они развелись, мы познакомились. Так, мы жили втроем, бывшую жену, это, конечно, значит, вы жили втроем, пишете вы. Втроем это, получается, значит, вы, ваш муж и ваш сын. Так, ее родственники, так, дескать, так, у нее, конечно, тоже были молодые люди, она даже, дескать, зажила, сына приучал. Вот, сын, сын мужа, не живет с вами, не жил, он все время жил с мамой. Мы забирали его, ходили гулять, гулять, поздравляли с днем рождения, а потом, как-то все не складывалось в общине, бывших супругов, она вышла замуж, родила еще троих детей, у нас появилась дочка, ему всегда звонит, поздравит с днем рождения, наладит общение, но бывшая жена, то говорит, что не хочет слышать об этом, то говорит, что о чем он не хочет, хочет. Вы говорите, что он звонит с днем рождения, поздравит с днем рождения, наладит общение с кем? Наладит общение. То есть вы пишете, что до трех лет вы подровняли с днем рождения, а потом, как на все не складывались в общине бывших супругов. В общине бывших супругов не складывалось, а ребенок здесь при чем? То есть у людей тоже нет личной границы, нет разграничения ответственности своей. Ну вот. Любите, как наладить отцу общение с ребёнком? Так отцу нужно обратиться за помощью. Только углы здесь вообще не при чём, понимаете, какая штука она. Вот. То есть что вы гуляли с ребёнком, да? Ну и там до трёх лет вы там что-то делали для него. А это ничего не значит. Абсолютно. То есть это не делает вашего, не делает ребёнка мужа, да, ближе к вам. Уж я не знаю, не знаю, к счастью или к сожалению, но не делает. И так, и так в итоге получается всё достаточно просто. Если вы готовы признать разграничение ответственности, если вы готовы признать, что есть грань, до которой вам заходить нельзя. Вот. В таком случае я полагаю, что вам, ну, вполне можно будет помочь. Вам и вашему мужу. Но если вы не готовы, то я боюсь, что будут сложности, будут проблемы, вот и так далее. И в итоге ничего не будет. И самое главное, что ваш муж, он так никогда не научится сам принимать решения. По-настоящему важные, по-настоящему значимые решения. К сожалению, это так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду род помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если из каких-то моих ответов, вы один из них выберете лучшим. Я вам желаю ещё раз всего самого доброго и удачи.